2023 год юбилейный для избирательной системы России. 30 лет назад президент подписал указ о формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу, заложившей конституционные основы новой избирательной системы. Избирательная система это прежде всего люди и кто сегодня трудится в ней. Об этом нам расскажет Инесса Винярская, глава Калининградского областного избиркома. Доброе утро! Владимир, доброе утро, доброе утро, уважаемые радиоуслушатели! Ну, что за люди сегодня работают в избирательной комиссии? Сколько их? Ну, в первую очередь хочу сказать, что это почти 6000 человек у нас занимаются организацией проведения выборов. Это и члены избирательной комиссии области, территориальные комиссии и самое основное количество это члены участковых избирательных комиссий. Вот из этого количества из 6070 работников избирательной комиссии Калининградской области занимаются на профессиональной основе, а остальные это безусловно на общественных началах. Ну, это наши с вами соседи, друзья, родственники, знакомые. Ну, если посмотреть так, небольшой анализ сделать составов, то, конечно, наибольшее количество это представители политических партий. У нас 5 политических партий региона представили свои кандидатуры. Вот из чуть больше 5000 у нас членов участковых комиссий, 3200 это представители 5 политических партий. С разными политическими взглядами, с разными политическими целями они у нас входят в составы участковых комиссий. Педагоги, врачи, есть и пенсионеры радуют, что значительно омолодился состав членов участковых комиссий. Вот мы после формирования провели анализ и посмотрели, что более 50% это люди от 31-50 лет. То есть это, ну, такой вот боевой возраст, работоспособный молодежь. 23 полностью молодежного возраста состава участковых комиссий в каждом муниципалитете. Мы впервые выступили с такой идеей. Я благодарна, что и политические партии нас поддержали, представили нам молодежь от 18 до 35 лет. Вот 23 участковые избирательные комиссии впервые будут работать. Есть и государственные и муниципальные служащие, их немного, там порядка 700 человек вошли в составы. То есть, ну, в принципе, очень разноплановые, с разными, как я уже сказала, политическими взглядами, жизненными приоритетами. То есть, ну, вот такая армия сотрудников избирательной системы трудится и будет проводить выборы у нас в регионе. Прямо интересно, что вы сказали, что молодежь тоже участвует. Хотя раньше считалось, что молодежь это самая инертная такая группа населения. Правда, что люди не спят сутки напролет, когда идет избирательная кампания? Ну, в последнее время у нас выборы проводятся в многодневном формате. То есть, три дня мы работаем в полном режиме. С 8 до 20 открыты избирательные участки. Но члены участковых комиссий уже в 7 утра должны быть на своих рабочих местах, приступить к определенному набору действий, которые они должны совершить в присутствии наблюдателей. В 20.00 закрыть участки, пятница, суббота упаковать бюллетени, обеспечить их сохранность. Конечно, самый важный день – это воскресенье. Опять-таки, в 7 утра все на рабочих местах. В 20.00 закрылись и приступаем к подсчету голосов. Продолжительность подсчета, она от многих факторов зависит. Ну, вот, например, если вернуться к 2021 году, да, когда, например, в городе Калининграде были совмещенные выборы Госдумы, на тот момент областная дума, Горсовет Калининграда, пять бюллетеней. Вы представляете, общее количество... Чисто физически огромный объем. Физически это очень... Участки практически все трехтысячные, то есть это как минимум 15 тысяч, 10 тысяч бюллетеней надо было отсортировать по виду выборов, потом по кандидатам. Почитать это действительно иногда приобретает очень многочасовой характер, и он объясним. И не дай бог, мои коллеги где-то ошибутся, пересчитывая бюллетени, приходится возвращаться, потому что у нас, как в аптеке, все должно сойтись. Угу. Электронная система голосования, вот сколько участков уже сегодня работают в электронном виде, а сколько по-прежнему в бумажном? Ну, мы, наверное, говорим с вами об электронных урнах подсчета голосов, да, я правильно понимаю? Да. Но на сегодняшний день у нас 140 таких комплексов обработки избирательных бюллетеней, мы, как правило, их устанавливаем в городе Калининграде, потому что там самые многочисленные по количеству избирателей участки, стараемся, ну, по возможности облегчить труд наших коллег в участковых комиссиях. Остальные по-прежнему, вот вы правильно сказали, 563 минус 140, остальные работают в привычном для нас виде, с бумажными бюллетенями и с ручным подсчетом голосов. Вот избирательная система, избирательный процесс серьезно изменились за последние 30 лет? Ну, вы знаете, основное, то, что меня радует, что избирательный процесс всегда идет и меняется в ногу со временем. То есть мы начинали с деревянных абсолютно ящиков для голосования, потом постепенно они приобретали полупрозрачность, сейчас это полностью прозрачное оборудование, я думаю, все видели это, мы видим, как туда опускается бюллетень. Мы прошли путь от голосования на избирательных участках, от крепительных удостоверений. Сейчас применяется такая форма, как мобильный избиратель, это облегчает, это можно голосовать на любом удобном для тебя избирательном участке. Появились цифровые сервисы для избирателей, для кандидатов, для политических партий. Появилось, в конце концов, видеонаблюдение на избирательных участках с трансляцией. Появилось вот последнее то, что вот из таких новинок политических, избирательных, это дистанционное электронное голосование. То есть мы постоянно идем и развиваемся так, как развивается вообще наша жизнь вокруг. Дистанционное электронное голосование, количество людей, которые пользуются этим голосованием растет, как-то увеличивается? Увеличивается. Мы впервые попробовали дистанционное электронное голосование на выборах губернатора Калининградской области в 2022 году. Это был первый опыт. Почти 19 тысяч избирателей подали заявление. Почти, ну, чуть менее 17 тысяч проголосовали. Уже в этом году, в 2023-м, мы применили его на муниципальных выборах. Оно тоже было, скажем так, востребовано среди избирателей Неман, Гусев, Светлогорск. Проходила сейчас тренировка дистанционного электронного голосования, и вот тут уже 45 тысяч избирателей. Мы достаточно подошли очень с большой информационной разъяснительной работы. Уже 45 тысяч попробовали, подали заявление и приняли участие в тренировке дистанционного электронного голосования. Я думаю, что оно находит своего почитателя, находит своего избирателя, эта система, и будет активно применяться и использоваться нашими избирателями. Этот год юбилейный для избирательной системы России. 30 лет назад президент России подписал указ о формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Госдуму. Он и заложил конституционные основы новой избирательной системы. Это было 30 лет назад. Сегодня с юбилеем поздравляю главу избиркома региона НС Авенярская в студии Радио Балтик+. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, радиослушатели. Совсем недавно проходила так называемая тренировка дистанционного электронного голосования, которую организовал ЦИК. Это было осенью. И как вы оцениваете ее итоги для региона? Мы уже об этом говорили в первой части, но, возможно, кто-то только что к нам присоединился. Ну, действительно, не так давно закончилась тренировка дистанционного электронного голосования. Она полностью проходила так, как происходит дистанционное электронное голосование на привычных для нас выборах. 45 тысяч жителей региона подали свои заявления, приняли участие в тренировке. Это достаточно приличный результат. Ну, и если возвращаться, скажем так, к предстоящему, мы подали регион. Калининградская область подала заявку в Центральную избирательную комиссию на применение системы электронного голосования на предстоящих в марте выборах президента. И нам, конечно, эта тренировка была очень важна. Посмотреть, какие еще вопросы возникают у избирателей при подаче заявлений. Какие, возможно, проблемы существуют. Что мы еще можем сделать? И вот уже сейчас, анализируя то, как происходили эти тренировочные действия, я бы хотела порекомендовать нашим избирателям, тем, кому будет интересно проголосовать электронно, тем, для кого, может быть, это будет востребовано, может, кто-то в отпуск уедет, кто-то не будет в Калининградской области, сможет проголосовать на выборах в электронном виде, обратиться и посмотреть свои личные кабинеты в госуслугах, поскольку основная площадка дистанционного электронного голосования, это, конечно, госуслуги, личные страницы. Оттуда начинается подача заявлений, и вот здесь крайне важно, поскольку мы свою личную страничку в госуслугах заполняем сами, то есть, собственно, ручно заносим свою фамилию, номер паспорта, адрес места жительства, проверить, актуализировать эти сведения, посмотреть, правильно ли мы заполнили все цифры из паспорта, нигде ли нету ошибки, просто описки в адресе места жительства, потому что такие вещи встречаются, такие люди подать заявление не могут. Обязательно пройти процедуру подтверждения своей записи на госуслугах. Это можно сделать в онлайн-приложениях банков, это можно сделать через МФЦ, потому что вот эти два шага, которые избиратель должен в своих интересах осуществить сам. Дальше идет сопоставление баз данных, нашей базы избирателей с базой госуслуг, то есть, ну вот, сейчас можно и нужно это сделать. Предстоящим выборам президента еще не дан старт, это должно произойти в декабре, но, тем не менее, сейчас уже какая-то подготовка к этим выборам в регионе идет? Конечно, вот мы с вами начали нашу встречу с того, что у нас обновились составы участковых избирательных комиссий. Конечно, мы постарались сохранить свой золотой костяк людей, которые давно работают в избирательной системе и имеют опыт, но у нас произошло и обновление. Поэтому сейчас основное, чем мы занимаемся, это профессиональной подготовкой членов участковых комиссий, то есть, обучающие мероприятия, ознакомление с законом, с процедурами, с действиями. Большое внимание уделили совместно с органами местного самоуправления проверке помещений, в которых будут располагаться избирательные комиссии на предстоящих мартовских выборах. Где еще что-то надо отремонтировать, где что-то решить вопрос с отоплением, где какие проблемы существуют с пожарной безопасностью. То есть, ну, вот такие вот подготовительные мероприятия сейчас полным ходом у нас идут. Есть ли нововведения в избирательном законодательстве, с которыми предстоит нам впервые столкнуться на главных выборах страны этой весной? Есть нововведения, в большей степени они, может быть, носят какой-то технический характер, касаются кандидатов. Ну, вот, например, кандидаты на всех выборах имеют право назначить доверенных лиц. Вот сейчас срок полномочий, и основное для чего назначаются доверенные лица, для проведения агитационных мероприятий в интересах кандидата. Раньше срок полномочий их был не ограничен, как правило, заканчивался после выбор. Сейчас срок полномочий доверенных лиц заканчивается с окончанием агитации. Доверенные лица могут и получили право назначать членов комиссии, наблюдателей, но к этой категории и доверенными лицами в принципе не могут быть люди, имеющие статус иностранного агента. Но, наверное, самое интересное, вот то, что касается избирателей, это информирование. Мы этому будем уделять как никогда большое внимание, и члены участковых комиссий приблизительно за месяц до старта голосования проведут поквартирные обходы с целью проинформировать о выборах, о возможностях голосования, в том числе и о дистанционном электронном голосовании с такой решением будет, о днях голосования, о месте нахождения избирательного участка. Возможно, для кого-то будет полезная информация о голосовании на дому. И вот нововведение этого информирования, поскольку мы в 18-м поквартирные обходы делали, но в этом году будет проводиться при помощи мобильного приложения. То есть это будет в помощь членам участковых избирательных комиссий. И лично, и с помощью приложения? Да, безусловно. Нет, члены участковых комиссий будут работать с приложением, где у них будет в том числе и речевой модуль, они смогут заполнять анкету, актуализировать сведения об избирателях. То есть это будет очень большая, серьезная работа, которую будут проводить мои коллеги. А почему решили в электронном виде все это сделать, а не лично? А мы идем в ногу со временем. Упростить просто, да? Мы будем лично общаться с избирателем, лично, но в помощь члену участковой комиссии будет мобильное приложение. Вот это то новое, пожалуй, самое такое, что будет в этом избирательном цикле. У нас в гостях сегодня глава избирательной комиссии региона НС Савиниарская. Хотите что-то добавить в конце уже? Ну, я хочу, наверное, пользуясь случаем нашей с вами встречи. Не знаю, увидимся мы до Нового года, не увидимся. Настроение у всех уже предновогоднее. Я хочу поздравить с наступающим Новым годом. А моим коллегам, членам избирательных комиссий, я хочу еще раз поздравить их с нашим юбилеем, 30-летием. Пожелать сил, здоровья, отдохнуть на новогодних праздниках и с новыми силами приступить в начале следующего года к организации проведения выборов. Ждем от вас новостей в ваших социальных сетях. Спасибо, что пришли. Благодарю вас. Благодарю вас.